Приветствую вас, Елена. Я, честно говоря, думаю, что и то, и другое отчасти будет справедливо, вот, потому что, с одной стороны, на мой взгляд вы слишком сильно морализаторствуете, непонятно чего ожидает от мужчины, который, в общем-то, в общем-то, если я правильно понял, чуть ли не на первом вашем, на первом вашем зрителе начал говорить, о какой-то интимной истории, вот, тем более, что он женат, вот, и чего-то вы от него ожидали, чего-то вы от него ждали, и с одной стороны, и хотели бы быть с другой стороны, и противоречия у вас какие-то, то есть, я думаю, что это и другое, я думаю, что вы слишком серьезны с одной стороны, с другой стороны, вы, ну, на мой взгляд, если, то слишком неудовлетворены, то есть, ну, слишком, вот, неудовлетворены именно, то есть, у вас, может быть, ну, какие-то потребности, потребности говорят, да, вот, опять же, не совсем понятно, что вы собирались проверять, когда шли на встречу с женатым мужчиной, в общем, здесь больше, больше непонятно, чем понятно, вот, и, соответственно, ну, на мой взгляд, так, так, не думает, что здесь надо бы разбираться, что еще, мораль сейчас абсолютно излишней, на мой взгляд, а человека вы поменять, ну, в любом случае не сможете, поэтому, мне кажется, тут вы переборщили, что называется, вот, но, с другой стороны, довольно интересен тот факт, что человек вам начал говорить именно про интимную историю, то есть, ну, про секс, как бы, почему именно вам и всем это связано, вот, тот вопрос, на мой взгляд, на который вам нужно поискать ответ, именно это, на мой взгляд, опять же, я бы сказал, довольно, довольно важно, вот. То, что вы, ну, то, что вы пишете относительно того, как думаете, мне серьезно кажется, что то, как мы думаем особо, особого значения не имеет, то, как мы думаем, то, как мы думаем, важнее, что думаете вы, и важнее, что вы хотите, хотите, вот, и для чего все это, знаете, то есть, встречаться с женатым мужчина, и для чего-то серьезного, странно, надеялись, что он уйдет, а от своей жены, ну, как бы, хорошо, ну, вроде бы не собирался этого делать, то есть, то есть, ну, тут вот есть какие-то вопросы к вам, да, и вот это вот неопределенность мужчины, да, и вот такая вот поверхностность, на мой взгляд, на мой взгляд, отращает вашу, ну, вашу поверхность, нет, вот, и ваш, на мой взгляд, опять же, страх, серьезный страх, может быть, близких отношений, по-настоящему близких, которые, ну, могли бы, к чему-то привести, я имею ввиду, к чему-то, такому, прямо, серьезному, да, вот, и так далее, но, опять же, этого ничего нет, вот, ну, есть ощущение, что, самого мужчину, мужчину, да, вы воспринимаете, ну, больше, как, объект, то есть, этот, этот лават, больше, именно, что, объект, возможность, там, не знаю, что-то получить, может быть, может быть, да, для себя, вот, объект, может быть, того, чтобы, ну, почувствовать себя, как-то, вот, и так далее, то есть, это, вот, мне, как, как мне кажется, здесь больше, именно, именно, про это вы ведете речь, хотя, я, конечно, могу ошибаться, я, конечно, могу быть не прав, вот, вот, ну, мне видится, момент, именно, именно, так, ну, именно, именно, таким мне видится тестом, такой, точнее, мне видится тестом, вот. Неопределенность ваша порождает неопределенность его, его, игнорирование реальной ситуации и своих желаний, приводит, вот, к таким, вот, моментам. И, наверное, я должен спросить вас, а, собственно, для чего вы спрашиваете? Это я все так не понимаю, или что? Вот. Или он на самом деле стал нагреть и не уважать меня, или, ну, он и раньше не уважал вас, знаете? Он уже и раньше, он, у него никогда не было к вам уважения. Потому что мужчина, мужчина, занятый мужчина, взаимодействует с другой женщиной, да? И, ну, вот, как-то, вот, не принимая, да, ее отказа, скажем так, взаимодействует на том уровне, на каком, он хочет взаимодействовать, он ее уже не уважает. Простите, но это, это правда, вот. И вы, как бы, себя можете просто обманывать, да? Ну, пытаться себя обмануть, но, как бы, все равно у вас это, это, я думаю, не получится, вот. Потому что, по-моему, вы придете, ну, так или иначе, к каким-то определенным моментам, да? Все равно, вот, и все равно эти определенные моменты, они, ну, будут даваться себе знать, так или иначе, вот. Так что, тут, тут, повторюсь, вы, вы отошли от себя, да, то есть, проигнорировали себя. Вы ценили себя и, то есть, это сделал мужчину, ну, просто, а почему, почему нет, как бы. То есть, да, к этому можно, безусловно, ну, относиться по-разному, да, можно, ну, можно сколько угодно говорить о том, что, это неизвестно неправильно, но, как бы, это реально, вот, и то, что, вот, то, на что я хотел бы обратить ваше внимание, так это вот на что, по-поводу, чего вы переживаете сейчас, вот, ну, конкретно, сейчас, вот, вот, конкретно, по-поводу чего вы переживаете сейчас, вот, что вас сейчас именно треводит, что вас сейчас конкретно беспокоит, вот, и уже от этого отталкиваться, как бы. То есть мне кажется, что идея здесь, она именно в этом заключается. Но я имею в виду идея помощи вам, где освобождение от этого, где проработки возможных отношений, где вы находитесь в такой вот заведомо проигрышной ситуации, что бы мне не хотелось для вас, конечно. Так что, Елена, вот такой ответ я мог бы вам дать. И я не уверен в том, что вы хотите, ну реально, психологической помощи, я думаю, что вам просто нужно высказаться. Ну вы можете высказаться, конечно, это полезно в какой-то степени, но проблем это не решать никак, никак, абсолютно. То есть чувствуется, знаете, вот, чувствуется некая такая вот, ну, интеллектуализация у вас, да, то есть с одной стороны, вроде бы вы хотите близнести, да, а с другой стороны и как-то вот нужно, чтобы вы все по-вашему. И как бы я понимаю, это нормально. То есть вы хотите, чтобы все было по-вашему, но так и партнер, наверное, должен разделять ваши ценности и взгляды как минимум. А партнер-то этого не делает, а вы как бы снова и снова ведете от него перемены и обижаете сами и так далее. А про морали считается, понимаете, какая штука. Вот, еще очень важный момент, то что, когда вы читаете морали, вы ведете себя как родитель, вот, и это не та позиция совершенно, которая, ну, которая будет, там, грубо говоря, приятна, да, человеку, ну, мужчине. Вот, потому что это напомнит ему, скорее всего, о его собственной маме и о его собственных родителях, вот. И вряд ли, что этот морали вы сегодня добьетесь. Опять же, это, ну, не совсем, наверное, реалистичная позиция относительно того, что я считаю, что могу изменить людей. Да, то есть, вот, ну, я считаю, что я прочту мораль и все, и человек изменится. Ну, это позиция, я бы сказал, нереалистичная. То есть, вау. Если человек вам такое, такое говорит, если, ну, если человек говорит вам то, что, вот, то, что вам, там, не по душе, например, да. Вот, это значит только одно, что, первое, либо вы недостаточно хорошо донесли до него, ну, вот, свои мысли, да, просто. Свои мысли недостаточно хорошо донесли, вот. Либо у человека, ну, человек просто озабочен, ну, реализацией того, что ему нужно, и с этим, как бы, ну, ничего не поделать. Ну, просто, потому что он этого хочет, и все. Вот, людей, по крайней мере, у всех людей разные. Вот, а у вас ощущение, что вас это именно за дела. Причем, повторюсь, что это женатая машина, с которой изначально вас, ну, как бы, уже ничего особого. Ну, быть не могло, как бы, да, потому что человек, ну, жена, человек занят, как бы, вот. Так что, здесь, конечно, вот, достаточно такие моменты связаны с осознаванием вами того, что вы хотите, и того, что для вас важно, и насколько вы готовы вообще, там, продвигать. Свои ценности, вот, и свои интересы, и насколько у вас устойчиво представление о себе, да, потому что, ну, вот, исходя из того, что вы описываете, я не могу сказать, что у вас устойчиво, устойчиво на оценке, например. Вот, и не могу сказать, что вы обладаете такими твердыми представлениями о себе, я не могу сказать, что вас нельзя задеть, да. Вот, и в то же время есть вещи, которые, ну, на мой взгляд, совершенно очевидно, вы сами от себя скрываете. Вот, такие вещи тоже присутствуют. И вот эти вещи, в первую очередь, они создают конфликт внутренний и внутренний, которые позволяют вам естественно вести себя с человеком. Вот, в одном отношениях. В этом все, я надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо.